МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приглашаем вас в киноисторию. Я, Алексей Юдин. Что для русских смута, то для поляков потоп. Так, наверное, можно связать историческими параллелями эти два грандиозных события, которые потрясли, соответственно, Московскую Русь и Речь Посполиту в 17-м бунтажном веке. Действительно, как русские в событиях смутного времени, так и поляки в потопе проходили через критические испытания. Это был своего рода исторический экзамен, в котором шла проверка на выживание и самой нации, и национального государства, и, в общем, определялось будущее и Руси, и Речи Посполитой. Потоп именуется в польской исторической традиции шведским потопом. Эта драма 1655-60-го годов представляла собой и шведское вторжение в польское государство и, собственно, польскую смуту на грани гражданской войны. А фоном для потопа послужила еще и русско-польская война, которая, кстати, началась буквально за год до описываемых событий. В общем, все смешалось в волнах потопа. Жизненные интересы Польши, Швеции и Московской Руси. Попытку разобраться в перипетиях этого судьбоносного потопа сделал в конце 19-го века великий польский писатель Генрих Сенкевич. Им был создан поистине национальный эпос, в который входили романы «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володеевский». А уже в 20-м веке польский режиссер Ежи Гофман экранизировал эту трилогию. Киноверсия национального эпоса стала классикой польского кино. Фильм «Потоп», а вернее его первую серию, мы посмотрим сегодня. Фильм «Потоп» Фильм «Потоп»